Белеет парус одинокий, в тумаре море голубом. Что ищет он в стране далёкой, что потерял в краю родном. Смотрите, какая глипота. Класс! Отвлекаю его от всяких страхов палочкой. Соль-то! Да ладно тебе? Вот так вот играется. Рыбёнок! Опс, нашёл. Всем добрый день, добрый вечер, доброе утро. У нас икота, 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 впереди на Федота. Самая наша любимая. Смотрите, какая у нас красота сегодня, замечательный день. Ну, прохладненько так, знаете, 14 градусов. Ой, там сидят целуются, сейчас мы их заснимем. Потому что нехрен, это общественное место. Ладно, не будем мешать. Пускай наслаждаются друг другом. В общем, короче, тут у каждого своё. С собачками, с детьми, с детками гуляют. Ну, и мы чё, не отстаём. Моя гора. Я приехала на пляж. Думаю, что сегодня воскресенье. Все уже уехали домой. Ну, посмотрите здесь, что творится. Кто рыбу ловит, кто загорает. Тут вообще, тут, по-моему, живая музыка там у них. Потому что они все хлопают. А там вообще корабль плывёт. Такой ужас. Вообще столько народу. Все тусуются на пляже. Ну, вообще, погода, да, шикарная. Вот, поэтому... Смотрите, даже на бревне сидят. О, устроили стол. И все хотят хорошей погодой попользоваться. Балдеть. Вот так вот. Семь, какой декабря. Ой, декабря. Января. Январь у нас уже январь. Смотрите, сколько машин. Ужас. Я сегодня шатаю. Шопинг. Я купила себе джинсы. Вы знаете, я не знаю свой размер. И у меня есть джинсы с прошлого, но они с низкой посадкой. Потому что в те времена носили низкую посадку. А я уже привыкла к высокой. И мне неудобно. Вот. И зашла, купила джинсы. Потом вам покажу. Также купила пижаму мужу. Вот. Что еще? Сейчас пойду в Макдональд за мороженым. Мне так мороженое в Макдональдс нравится. Кому еще нравится? И, в общем, короче, шатаюсь я. Вспомнила, что у меня есть вот такая замшевая кожа. Кожаная. Замшевая куртка. Сейчас ее надела. Короче, вот так вот. Осталось только брови покрасить. Не знаю, правда, когда. Вот. Ну, покрашу. Я быстрее говорю, покормила, поела. И бегом на улицу, чтобы успеть пошататься часика-два. А потом опять кормежка. У нас Макдональдс открывается в 12 часов дня. Представляете? Я не знаю, почему. Вот. Я просто помню, в России, по-моему, круглосуточно. А здесь вот именно в 12 часов дня. Но сейчас уже время пол первого. Я люблю вот этот рожок. Он у нас евро стоит. Так как громко все строится здесь. И сейчас пойду в Алькампу зайду. Короче, гуляю. Я никогда не пробовала вот эту вот камбоджи. Это, по-моему, чайный гриб, если я так не ошибаюсь. Возьму сейчас, попробую. Попробую. Кто пробовал? Это вот имбирь с лимоном, а это фрукт красный, лесные ягоды, короче. Это я в Алде. Попробую, что это за камбодж такая. Вот. И так, посмотрю, что еще тут есть. Продают. Вот такие джинсы я себе купила. Вот. Я именно хотела, чтобы узкие были. Сейчас идем. Вот. И мне кажется, они мне нормально сидят. Что бы в сапоги можно было за это, за это. Ну, вы поняли, да? Все. Пошли мы гулять. Классные. Хорошо сидят. Это магазин вот этот. Инкуентра. И стоили они со скидкой 15 евро. 44 размер. Вот так. Елку брала. А снежинки нет. Я про них совершенно забываю. Там сзади них большой бардачок. Ну, ничего страшного. Покрасила, наконец-то, брови. Вот. Потому что мне сегодня должна прийти посылка. Там игрушечки заказывала. Вчера посмотрела в магазинах. Игрушки по 40-50 евро. Такие, которые я хочу. А в Амазоне они по 14-20. Зачем переплачивать? Вот вчера заказала. Сейчас вот жду. Сейчас хочу винегретик забацать. Ну вот. Ни минуты покоя. Ни секунды покоя. И макарошки отварю. Сделала рагу вчера. Вот. Ну, если, конечно, успею. Я покупаю вот такую банку овощей. Они уже вареные. Прям винегрет настоящий. Потом добавляю огурчики. Я тут-то. Огурчики. Че еще-то? А, квашеную капусту. В общем, пошла я. Успела я открыть банку и поставить эти. Воду. А так крепко спала. Ни минуты покоя. Посмотрела по этому. Посылка прям вот буквально на соседней улице. Так что пошла я. Мой знаменитый винегрет готов. Почему знаменитый? Меня даже с ним по телевизору показывали. Пара НТВ. Так что знаменитый, знаменитый. В инстаграме есть даже этот отрезок. Вот. Пускай настаивается. Вот. Хотела гулять пойти, но королевишно уснула. Будить не хочу. Буду наслаждаться одиночеством. Пропылесовываю все, наверное. Еще что-нибудь сделаю. В общем, вот так чай попью. Ммм, винегретик. Картошечки завтра нажарю. Ммм. С огочеком, с квашеной капустой. Со всеми делами. Все у вас надо. А, укроп надо добавить. Отдыхаем лишь. Что-то у меня такое состояние. Сегодня такое, знаете. То ли не выспалась, то ли что-то такое. Какое-то никакое. Померила давление. 150 на 100. Высоковато немного. Вот. Тяпнула таблетку. Я с утра пью таблетку от давления. Вот. Во время беременности я 3 пила. Вообще всегда одну пью. А во время беременности я вот мне потом 2 сказали. В конце уже целых 3 таблетки. И вот сейчас тяпнула еще одну. Вот. Ну, я думаю, может быть, еще чай попила перед этим. В общем, не знаю. Вот. Лежу. Отдыхаю, скажем так. Здрасте. Здрасте. Здравствуй, чужая милая. Но там уже покряхтывают. Поэтому скоро королевышина проснется. Да. И будем опять развлекаться. Слышите, это значит, что такое? Эти. Как они называются? Птички, которые едят их. Господи. Только вспомнила и забыла. Перепелки. Вспомнила. Я за подгузниками сходила. Вот. И знаете, комментарий сейчас читаю. Когда я покажу свою дочь Надюшу, да? Я сразу вам отвечу, что никогда. Я никогда не покажу ее. Ну, может быть, когда она вырастет, там ей будет сколько-то лет. Но в планах у меня нет ни показывать никого, ничего. По простой самой причине. По той же, в принципе, по той же самой причине, что я не показываю своих родственников. Вот. Не показываю, ну, многих людей я не показываю. Потому что, знаете, я насчет себя, как бы критика там, или какая-то... Даже, знаете, многие люди прикрываются, типа, ай, вот вы критику не воспринимаете. И свои, как бы, унижения, вот они хотят унизить или обидеть, как бы перекрывают. Это все, типа, это критика. Так вот, я на свой счет, мне по барабану, что и как, как бы там, чтобы мне не говорили, чтобы мне там не писали, мне без разницы обо мне. Но, когда говорят что-то о моих родственниках, или что-то о моих друзьях, или что-то, то тут меня держите семеро, как говорится, не удержите. У меня сразу мозг вскипает, и могу, могу сделать что-нибудь, ну, не убить там, ничего, могу вот этот канал закрыть, или там нахер послать. Вот. И, то есть, мои нервные клетки, они не восстанавливаются. И зачем мне такой стресс? Потому что люди у нас очень жестокие. Я не говорю, что все. Есть очень много хороших людей, большинство. Но есть и жестокие, у которых не все хорошо в своей жизни. И, таким образом, унижая других, они хотят возвысить себя. Я все это понимаю умом, но, знаете, когда пройдет время, а когда я, например, прочитаю какой-нибудь комментарий про мою дочь, то у меня вообще там крыша съедет, и я могу... В общем, зачем мне это надо? Поэтому, нет, я ее не покажу в инстаграме. Может быть, я в инстаграме показываю, у меня есть, знаете, свой, как говорится, лучшие друзья там, да, группа. И вот я там ее показываю, кому, от кого я не знаю, что не дождешься никакого подвоха или еще что-то. Вот. А так что, поэтому, для меня спокойствие более важно, чем какие-то там, я не знаю что. Тем более, знаете, люди начинают советовать. Я вообще не знаю, советы мне абсолютно не нужны. Я никогда не прошу советов. И когда начинают советовать, для меня это как-то глупо, потому что зачем советовать кому-то что-то, или у каждого своя жизнь, у каждого свой пройденный этап. И если что-то у тебя в жизни произошло так, и ты советуешь тоже точно так же поступить другому человеку, ну, это глупо, потому что у нас все разное, и все ситуации разные. Вот. Советы мне тоже не нужны какие-то там, то есть никакие, а не какие-то там, а никакие. Ну вот, надеюсь, я ответила на этот вопрос, и больше он не будет ни у кого возникать, когда я ее покажу. Никогда я ее не покажу. На моем влоге также будут Чарли и я. И все. Нравится, не нравится, как говорится. Мое здоровье, мои нервные клетки для меня дороже, чем любопытство людей, которых я даже не знаю, и никогда не узнаю. Ну, вы сами поставьте себя на мое место. Вы в этом этаже поступили, правильно? А я сейчас иду в Меркадон и посмотрите, есть ли моя любимая рыба карбина. Вот. Гоняюсь за ней. Может, это она сейчас... Нет, они сезонные, и ее все выловили. О, у меня тебе брови есть. Вот. Видите, у меня теперь есть брови. Так, едем дальше. Была моя рыбка, одна единственная. Там мне ее готовят. Вот. Так что послезавтра замариную, а послезавтра сделаю. Что-то выбор небольшой рыбы. У нас с утра педиатр. А тут воспитали, он рядом, как бы, но в гору. И в 9 часов. Плохое время, потому что у нас, как раз, в 9 часов надо кушать. И, знаете, такое доброе холодео. 10 градусов всего. Прямо холодно. Хорошо, хоть ветра нет. Но я вот сейчас в гору лезу. Мне уже жарковаться становится. Ой. Так что вот так вот. С утречка. А это, знаете, я же человек пунктуальный. Вне зависимости, есть ребенок, там собака, муж. Мне без разницы. Вот у меня встала ни свет, ни заря, чтобы хоть чуть-чуть покормить. Вот. И одеться, умыться, чтобы времени на все хватило. Вот. Поэтому идем. На улице никого. Солнце светит. Видите, как красиво. Хотя никого, потому что школы нет рядом. Голуби летают. Если бы была школа, тут бы было полно детей. Вот так солнце отвечивает красиво. В общем, я полезла дальше. В гору. Наш город находится как бы не на горе, но на склоне. И вот уходит в гору. Поэтому вниз хорошо идти. А вот туда ладно, почесала я. Почесала. Вчера мужу принесли целый ящик помидор. Он вчера их помыл, почистил. Вот так вот порезал. Не знаю зачем. И я сегодня жарю. Вернее, это вот первая партия вчера жарила. Вот там вторая партия жарится. Это как соус такой будет. Томатные специи, соль, перец. В общем, все дела. Потом яйцо заморожу. А еще я вчера замариновала себе вот такие грибочки. Сейчас я добавлю сюда чесночок и укроп. И это так вкусно. А, и вонючее масло. Ммм, вкусняшка будет. Перец попал. Я не люблю, когда потом мне перец на зубы попадает. и кориандр. Вот так вот. На море полный штиль. Погода замечательная. Приехали на набережную прогуляться. И вот на такой нотке я с вами пропрощаюсь до нового влога, друзья. Который я снимать начну. Ну, прямо сейчас и начну снимать. А вам всего самого лучшего. И до новых встреч! До новых встреч!